Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников. Шесть лет назад мы выложили на канале ролик под названием «Игрушечное судно на воздушной подушке». За шесть лет он набрал 40 тысяч просмотров, а вот за последние 10 дней, благодаря некоторым нашим действиям, он очень взлетел и набрал еще 460 тысяч просмотров. Сейчас у него их 500. А в конце этого ролика мы задавали вопрос, и на этот вопрос мы тогда не ответили. Я вижу по комментариям, что по-настоящему корректных ответов очень и очень мало, всего несколько, но это наверное означает, что этот вопрос нам стоит вновь озвучить шесть лет спустя и таки разобрать ответ на него, чем я сейчас и займусь. А в ролике мы показывали вот такую игрушку. Это компакт-диск, к нему термоклеем приклеен небольшой отрезок трубки, а на эту трубку надет воздушный шарик. И сейчас я этот шарик надую воздуходувкой и поставлю на стол. И вот получилось такое судно на воздушной подушке, которое ездит по столу туда-сюда. Ну и в общем-то понятно, как оно работает. Правда, воздух выходит, протекает под диском и образует такую прослойку, но это означает, что давление там под диском чуть больше, чем атмосферное давление. И эта разница давлений позволяет держать вес вот этой игрушки, не опускаться ей на стол. И вот это хозяйство, эта игрушка и задачка про нее. Она игралась тогда шесть или семь лет назад на турнире юных физиков. И какая-то команда докладывала ее, уже не помню какая, на сибирском финале. Может быть даже та команда, которой я руководил. И когда жюри задавало вопросы, Константин Валерьевич Старожук, уже знакомый вам, между прочим, по нашему ролику «Муаровые узоры», задал неожиданно вот такой вопрос. Ну, все обсуждали, как эта игрушка касается по столу, а он показал нам такой опыт. Я сейчас его воспроизведу. Поставлю табурет ногами, положу на него доску, образую такую крышу прямо здесь, перед вами. И снова надую шарик. Ого, какой большой получился. Чуть-чуть спущу. Так, а теперь этот шарик вот так подвешу под, ну, таким, своего рода потолком. И вот вы видите, что он висит и здесь. И, правда, катается туда-сюда, в зависимости от наклона потолка. Ну, выдох все упал. И Константин Валерьевич спросил, как же так? Ну, если вы все говорите, что здесь, между диском и столом, повышенное давление, которое поддерживает того, то в этой ситуации все должно быть ровно наоборот. Давление между диском и потолком должно быть несколько меньше атмосферного, чтобы атмосферное давление, разность давления, да, между атмосферным и тем, что там в щели поддерживало диск на весу. Ну, и вот этот парадокс, то, что диск катается и по столу, и подвешенный под потолком, мы и предлагали в том нашем старом ролике объяснить. И я сначала рассмотрю грубое объяснение. Вот что-то подобное обсуждалось и в том нашем старом ролике. И это объяснение будет звучать так. Когда шарик стоит на столе, воздух вытекает через щель, но под весом установки эта щель делается достаточно узкой. Внутри шарика давление больше атмосферного. Это разность давлений проталкивает воздух через щель. Течение в щели вязкое. Для проталкивания необходим здесь градиент давлений. Значит, здесь давление где-то выше, оно на выходе только равно атмосферному. И вот это повышенное давление под диском и поддерживает шарик. Не дает ему опуститься на стол. Но если шарик будет достаточно тяжелым, загрузить здесь, то щель, конечно, закроется. А теперь посмотрим на шарик, висящий под потолком. Здесь наоборот, под весом шарика щель, конечно же, должна приоткрыться. Давление внутри шарика, я напоминаю, оно больше атмосферного, а снаружи атмосферное. Но! Теперь, если щель достаточно широкая, течение внутри щели можно считать уже, ну, с какой-то степенью погрешности, конечно, невязким. А для невязкого течения, справедлив, закон Бернули, чем больше скорость вдоль линии тока, тем меньше давление. И вот здесь у нас, ну, конечно, горлышко гораздо шире, чем щель. Это я здесь нарисовал грубо. Щель все равно, посмотрите, горлышко узкое. Вот здесь у нас воздух разгоняется, втекая в щель. Скорость растет, а стало быть, давление падает. И падает оно не только до атмосферного, но в какой-то области здесь еще ниже атмосферного. И теперь атмосферное давление поддерживает шарик под потолком и не дает ему упасть. Но я уже сказал, что это объяснение грубое, потому что ему недостает одного важного момента. Когда воздух растекается под диском, он растекается во все стороны. И это означает, что скорость воздуха, поскольку зазор везде одинаков, падает от центральной области диска к краям. И вот это изменение скорости, то, что она большая, в центре под диском и становится все меньше и меньше, в силу принципа непрерывности у краев, мы его в нашем объяснении пока что не учитывали. А если его учесть, то объяснение становится еще более интересным. И теперь мы можем перейти к более совершенной модели, которая учитывает изменение скорости течения вдоль радиуса. Ну, здесь я нарисовал стрелки чуть короче на выходе, чем на входе. А в действительности, значит, у нас внешний радиус 6 сантиметров, а внутренний 7 миллиметров. Да, это в 8,5 раз больше, так что скорость падает в 8,5 раз при таком течении. Ну, и поэтому вот здесь, где скорость высокая, мы можем читать течение еще относительно невязким. Ну, а вот здесь придется его считать уже вязким. И там, где течение невязкое, у нас давление падает, а оно меньше атмосферного. Здесь у нас на диск действуют прижимающие силы. Ох, не держится. Давайте еще раз мы их прикрепим. Слишком много магнитиков. А здесь, где течение вязкое, давление уже больше атмосферного. Здесь приходится воздух проталкивать. И здесь на диск действуют поддерживающие силы. Ну, и таким образом устанавливается баланс вот этих сил. Диск сам находит такое положение над поверхностью, при котором суммарная действующая сила на него как раз уравновешивает его вес. Если диск опускается ниже, зона невязкого течения уменьшается, а зона вязкого увеличивается. Увеличиваются вот эти крайние силы, и они диск возвращают вверх. А если диск поднимается выше, все происходит наоборот. Внешние силы поддерживающие падают, потому что щель становится шире. А вот эти вот связанные с бернули наоборот увеличиваются. Диск возвращается вниз. Ну, и таким образом вот устанавливается вот этот баланс по высоте. Ну, а когда диск висит под потолком, происходит все то же. Только у нас эти зоны притягивающие и отталкивающие несколько перестраиваются, потому что притягивающие, а когда диск висит под потолком, вот это, бернули восстановится притягивающие, должна быть больше, значит щель возрастает. Ну, что естественно и понятно. И тут вы меня, конечно, можете спросить, а где у меня доказательства того, что давление распределено именно так. А такие доказательства у меня есть. Правда, я сейчас установку восстанавливать не стал. А тогда, в 15-м году, когда команда школы Пифагора, которой я руководил, готовилась уже к российскому турниру. Ну, а потом в составе сборной мы готовились к международному, и ребята, между прочим, там получили серебряные медали. Вот тогда мы такую установку построили. Вы ее видите на этой фотографии. Это еще один диск, установленный на столик. В нем сделан ряд отверстий по радиусу. Все отверстия закрыты. Одно открывается. К нему сейчас подключен снизу датчик относительного давления, который показывает разность давлений. Здесь, в этой точке, и атмосферного давления. Ну, потом на этот столик устанавливается судно на воздушной подушке. И измеряется давление в той точке, куда подключен датчик. Ну, а вот здесь вы видите график. В последовательных испытаниях на разных радиусах проведены измерения. И видно, что при больших радиусах давление под диском действительно больше атмосферного. А при малых меньше. Причем последняя точка. Я здесь покаживать не стал, потому что ей соответствует значение минус 600 паскалей. Ну, а теперь настало время нашего традиционного заключительного вопроса. И в этот раз он будет таким. Когда я устанавливаю диск на стол, и он начинает кататься по столу. Слышно характерное гудение. Особенно сильное в начале сдувания. Ну, и спрашивается, откуда это гудение возникает? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok